Привет, друзья, я Александр Преподобный. Ну что ж, давайте с хороших новостей начнем. Как по мне, самое главное, это что Владимир Зеленский поговорил с Джо Байденом. Еще раз укрепили позиции по поводу начала тренировок наших пилотов на F-16. Это значит, что птички будут. Это значит, что вот этим контрнаступлением, точнее его фазой, ничего не закончится. А это значит еще очень важную вещь. Давайте-ка уточним. А чей же все-таки Крым? Давайте, остановитесь рядом с Лагом. Лагом рядом, встань. Гур же в Крыму. Героям слава. Скажи, пожалуйста, чей Крым? Можете не отвечать. Мы и так как бы знаем. 24 августа, то есть вчера, в День независимости Украины, наш флаг снова установили во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР высадилось на берег, на западе, в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Это фактически глубь и середина Крыма. То есть это далеко от границы с временно оккупированным полуостровом. Из того, что известно на данный момент, ВСУ вступили в боестолкновение с оккупантами и 30 отправили на собеседование, получается, к Пригожину. Посмотрите на них! Повредили даже несколько вражеских суден, а сами воины, наши воины, к счастью, вернулись невредимыми домой. Сегодня была попытка высадиться на Тарханкутину в Крыму, что тенденция довольно-таки такая, которую надо внимание принять. Уничтожены полностью диверсионно-разведские группы. Уничтожены полностью, как твоя трезвость, Гурулев? Ладно, давайте не о Крыме. Там как бы давно не по-домашнему для всех россиян, которые без приглашений приезжали. Давайте поговорим о Токмаке. Там были тоже отличные прилеты по командному пункту, конечно же, оккупанта. Вон, где Батер, тоже попали. Ну, получается, готовься к деоккупации, украинский Токмак. Скоро и там будет опять украинский флаг. Кстати, на День независимости Украины весь мир украсили желто-синие цвета. Вот это действительно очень приятно и самое важное своевременно. Но в студиях в Москве, конечно, траур. И не по поводу, конечно, кончины Пригожина, который, кстати, является чуть ли не военным героем, имеет звание. Да вообще, не плевали на всех, кто когда-то поверил, возможно, в идею русского мира. Это, кстати, ждет всех оккупантов. Так что вы смотрите на судьбу Пригожина, ребятки. Скоро, скоро вам так же будет. Ну и Верховная Рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. Да, Оля, ты не поверишь, но Украину тебе никто не даст сожрать. Неприятно. Это временная боль, поверь. Она как временная радость от оккупации. Помнишь, как с Крымом всем вам нравилось? Она быстро проходит. Ну а пока в студии Скобеевой палата номер 6. Хотя, учитывая название программы, палата номер 60. Прежде всего, конечно, я хотел выразить свои глубочайшие соболезнования в этот трагический день, день независимости Украины от России. Это чудовищная катастрофа для украинского народа. Не забудем, что при Советском Союзе Украина 52 миллиона, сейчас уже где-то 25 миллионов. Это процветающая экономика, космическая промышленность. Это, в общем, главная цифровая экономика, она там развивалась, в Харькове, в Киеве. Это высочайший уровень жизни, который тогда был выше средневековеропейского на Украине. А сейчас слово «Украина» — это синоним слова «катастрофа» во всем мире. Учите историю. Там всегда написано, что Украина без России всегда превращается в руину. Она всегда захватывается оккупантами, то польскими оккупантами, то немецкими оккупантами, сейчас американскими оккупантами. И превращает она украинцев в рабов. И этих рабов гонит дичами. Так-так-так, Серега, покажи каким-то жестом, если вдруг тебя держат в заложниках. Хотя он же и так показал. Обратите внимание на цвета его одежды. Черная рубашка, красный галстук. Ну, правосек и бандеровец. Не иначе. Сегодня что такое украинцы? Это полурабы на плантациях клубничных в Польше. Это пространство для бетафильского лобби, которое собирает детей из детских садов, переправляет туда лес сексуальной эксплуатации. Это украинские солдаты, которые используются вот этой мафии черных трансплантологов, для того, чтобы разделять их на органы и туда пересылать Европу и другие страны. Там уже цены упали на эти органы для трансплантации. О-о-о, распятые мальчики пошли в ход. Хорошая консерва. Новый анекдот, слышали? Значит, приходит американец в магазин и такой, мне, пожалуйста, печень и две почки. Только вот эти, пожалуйста, украинские. Еще мозги в придачу, заверните. Не смешно? Хорошие новости, если не смешно. Значит, вы не зритель канала «Россия». У вас есть шанс? Это грустно или весело? Это печально. Самое страшное, друзья, что вот их зрители, а это, ну, такая, я думаю, треть России точно, в бред этого сумасшедшего маньяка верят. Будем надеяться, что этот черный период в украинской истории, независимость от России прекратится, и Украина вернется на свою родину, в большую Россию, посоединится со всем многоцветием российского народа. Киев – это вторая столица, прославленная столица Древней Руси. Все эти крупнейшие русские города – Одесса, Харьков, Днепр, Николаевск, Запорожье. Конечно, там их заставляют праздновать часть День независимости, заставляют надевать вышиванки. Я думаю, Сереж, вы побыстрее воссоединитесь с землей. Понимаете намек, да? И по этому поводу даже можно нас не заставлять надевать вышиванки. Мы можем подобную дату отметить, даже если хотите, для вас же принципиально, в кокошниках. Все сразу получается, но так тоже не бывает. Давайте на вещи спать, реально, в принципе, даже не бывает. Но стараются. Так, а мы же видим, вот вагнарята ставили без папки, и уже хорошо, они там, бедные, вот убиваются. Вообще, друзья, вот же жена современная Россия. Наемный убийца с закрытым лицом плачет над портретом менеджера массовых смертей. Вот просто до слез. Но, конечно, как говорится, один ликвидированный масштабный террорист это хорошо, а два было бы лучше. Путин, я думаю, тоже не отказался бы послушать свеженькое от Кобзона. Так сказать, неизданное. А то приходится вот это жевать сопли, их вспоминать прошлое. Фуф. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов, нужных. И для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Человек сложной судьбы. Ну да. Маньяк-террорист, международный преступник. Обычно таких людей так и называют. Человек сложной судьбы. Спасибо, Вова, за прерванный полет, скажем так. Ну, что точно совершил, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. Да, конечно. Тут самое главное не выйти на самого себя. Хотя, если честно, я думаю, аудитория канала «Россия» такое бы схавала. Друзья, напишите в комментариях, согласны? Вот если сказали бы, что организовал Путин теракт, взрыв самолета, наплевали бы на то, что там и стюардесса погибла, и экипаж. Просто интересно ваше мнение. Я хочу, чтобы ребята герои Вагнера отомстили. Так, так, так. Давайте тут сакцентируем. Получается Соловьев предлагает продолжить дело Пригожина и призывает идти на Кремль. Или как назвать этот выпад? Кстати, знаете, что интересно? Когда случился мятеж Пригожина, вот эта новость, она же неделю вообще не сходила с пропагандистских каналов. Но у его смерти, обратите внимание, практически везде тишина. В студии Скобеева лишь как-то вскользь об этом упомянула, а эксперты вообще даже словом не обмолвились. Вот так оно быть героем России. Сегодня ты рискуешь жизнью за нее, за бабки, неважно. А завтра тебя просто по сути убирают. И судьба Гиркина, и судьба, господи, там, Навального, да кого угодно. Это вообще еще просто шикарно. У них-то есть шанс выйти. Гениальный инсайд выдал Джо Байден. После спортзала он вышел и заявил, ничего удивительного. За всем в России ставит Путин. Крушение самолета Пригожина для старины Джо было ожидаемо. Вот прямо так и сказал, я ждал. Авиакатастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Месть Путина. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Такая строгая у них методичка. Оль, не надо всех равнять по себе. Другая жизнь, она существует. Хотя, тебе откуда об этом знать? Понятно. Я абсолютно согласен с президентом. Собственно, спорить не с чем. Я уверен, что и западная оппонентка... Это правильная оппонентка. Да, да. Мы все ее разделяем. Один фраер уже не согласился. И что с ним произошло, вы уже прекрасно знаете. Но в студиях Гебельс ТВ, конечно, не принято говорить правду, поэтому говорят о победе. Война на истощение с Россией, но это безумие. А Зеленскому и его воякам, что бы то ни стало, следует затянуть пояса потуже и попытаться прорваться к Азовскому морю. Но для этого сначала нужно преодолеть минные поля. А с этим возникли проблемы. Ребят, я напоминаю для тех, кто доходится опять в танке Т-54 или Т-55. Шутка. Алексей Резников, министр обороны Украины, сказал, что заминировано на одном квадратном метре до пяти мин находится сейчас. Как вы думаете, просто ли это все обходить, не имея достаточного оборудования и техники? Нет, это непросто. Но это реально. Если не верите, вспоминаем начало нашего выпуска F-16 скоро будут в Украине после тренировок. Деоккупацию, как они выражаются, Крыма, заявил президент Украины Зеленский. По его словам, Украина имеет четкое видение по Крыму. После освобождения полуостров не будет туристическим адресом. Там будет украинский флот. Да, все верно. Мы уже поняли, что надо создавать сильный флот и армию. Не для нападения, как вы, конечно, а от защиты от таких, как вы. Честно говоря, давайте так. Только от вас. Выступил на этой русофобской сходке Эрдоган. По его словам, Турция не признает аннексию Крыма и сохраняет свою позицию в поддержку территориальной целостности Украины. Ну, то есть, мускулами Эрдоган решил поиграть перед Зеленским и Западом, а в Москве, очевидно, будет просить о продлении зерновой сделки. Будет, конечно, сразу после двух пощечин и удара таким, знаете, качественным, плотным турецким ковром в виде подарка. Эрдоган знает, что сделки с Россией заканчиваются, ну, собственно, как сделка Пригожина с Путиным. Ни о чем. Поэтому никаких сантиментов, Раджеп, мы проследим. Друзья, если вы тоже хотите, чтобы Раджеп Путина турецким ковром замотал из этажа какого-нибудь повыше вниз, на канал Грощи подписываемся, ставим лайк этому видео, в комментариях, пожалуйста, напишите, чем вы думаете закончится встреча Эрдогана с Путиным. Увидимся, пока.